и все это вместе ты такой не понимаешь короче чуть-чуть делать что контролировать здравствуйте дорогие друзья наконец-то 2019 год я надеюсь что вы его отлично встретили кстати напишите в комментариях что у вас было на новогоднем столе готовили ли вы что-то например по моим рецептам потому что многие мне присылали вконтакте там типа спасибо отличный салатик отличный там мясо еще что-то не было кстати критики удивительно хотя могло бы быть типа сделали получилась какая-то шляпа в общем напишите в комментах что готовили что у вас было на новогоднем столе серию выпусков рубрики обзорище то есть доставки еды я решил начать в этом году с доставки пирогов сегодня у нас главпирог какая-то давно существующая компания вся такая из себя глав короче это из серии мозг гор и прочее короче что-то такое национальное такое наше городское в общем ждем заказал я утром доставку но это пироги то есть там естественно не бывает такого что доставка за час как мне сказали по телефону мы их выпекаем только час 30 лучше вообще заранее заказывать но тем не менее за два с половиной где-то три часа они должны не привезти ждем с обещанием они справились привезли без пятнадцати час обещали с 12 до часа так что здорово смотрите сколько рекламы напихали конце года много осталось они мне решили всю макулатуру сбагрить вообще смысла вот в этой в этих бумажках я не вижу мне кажется уже большинство давным-давно заказывает на сайтах тем более большинство знают любимые места им знакомиться с меню нет смысла то есть это но я не знаю наверное это имеет смысл какой-то с точки зрения там раскидывать в подъезда например по району но так вот в доставку вкладывать не тратьте полиграфию ребята так что здесь анкета участника программы лояльности то правда дмитрий иванов то что я не на себя всегда заказываю если заказываю оператор по телефону там куча там про скидки наговорила про дни рождения что-то ништяки короче положены и так далее в общем вас грузанут на эту тему если что так что у нас еще еще у нас что это вообще русские а подожди замороженные замороженные пельмени что ли и облепиховый морс коробки прикольные мне нравится как это выглядит я бы не сказал что оттуда идет какое-то тепло прям безумное сейчас посмотрим такая вот бичевка болит интрига вот здесь открывается хотя снизу горячо довольно оба они складывают вот так вот они складывают по несколько пирогов по несколько пирогов но конечно мерить температуру надо внутри снаружи 36 градусов я не знаю видно не видно 49 35 а этот 49 кулебяка горячая это в принципе они очень по температуре похожи не знаю почему так почему так по-разному меряется а это вареники я честно говоря немножко удивлен что они не готовы то есть это вареники и пельмени замороженные то есть я их должен сам отварить что касается температуры напитков 12 градусов морс довольно прохладный ценник у этих ребят наверно повыше среднего я не знаю с чем это связано то ли со старым брендом то ли просто борзометр зашкаливает такое тоже бывает ну вот к примеру пирог со шпинатом и брынзой пироговый номер один который недавно был обзор у нас вот здесь можете посмотреть или где-то здесь короче подсказочка он 690 рублей стоил вот я себе специально посмотрел один килограмм здесь пирог со шпинатом но тоже сыром до стоит пирог со шпинатом и сыром тут стоит 760 рублей вот такие пироги мне понравилось кстати их сайт сайт такой любопытный мне кажется очень лаконичный то есть не огромное количество фоток там ты должен куда-то листать а просто на одной страничке все меню в виде списка и ты можешь сразу добавить те пироги какие ты хочешь вот в данном случае для пироговой мне кажется очень удобный формат я не знаю наверное там для пиццерии и прочего чуть меньше это подойдет но для пироговой хороший вариант то что внешне пироги ну плюс-минус одинаковые они все красивые они все выглядят здорово они украшены чем-то там всякими приколюшками поэтому такой список очень удобен и мне очень понравилось у них вот новинка прям нью написано пирог 4 сыра я не мог его не заказать и всего четыре пирога вы мне скажете да ну все эти четыре пирога плюс напиток пельмешки до вареньки мне обошлись 4000 с хреном рублей 4175 рублей вот и я посчитал достаточно для того чтобы оценить продукт давай начнем вот с этого шпината я люблю шпинат и сыр и шпинат и сыр одновременно когда это вообще божественно 760 рублей 1 килограмм беру на себя смелость об 998 все отлично резать пирог я буду новой серии от самуры это серия альфа я мы а супер красивые ножи супер легкие супер острые но это как обычно пирог со шпинатом вот так вот и давай как-то вот так вот довольно богато начинки и как тесто выглядит мне нравится и сколько начинки положено мне тоже нравится погнали очень солено очень солено это неплохо но это и нехорошо по соли мне кажется но это сыр все зависит от того какой сыр я думаю что дополнительно они не солят начинку но сыр очень соленый в этом хорошо чувствуется шпинат и очень вкусное тесто но это по-настоящему вкусный пирог салфетка не приложили приходится пользоваться своими но это не отменяет того факта что пирог действительно вкусный он действительно килограммовый за минусом там какого-то грамма вкусный пирог мне нравится тесто вкусное такое чуть сладенькое но и начинка конечно здоровская я знаю что многие из вас не любят шпинат и поэтому не любят пироги со шпинатом наверное вы не оцените то есть это для любителей шпината и сыра вот тогда здорово причем вот так если задаться вопросом он больше все-таки сырный или шпинатный я бы сказал что он гармоничный и сырный и шпинатный и сыр чувствуется и шпинат чувствуется прям то что надо вот мне нравится мне оба продукта нравится и поэтому классный пирог прям я им пятерку ставлю вот такой давай посмотрим 4 сыра пирог 4 сыра вау прошу прощения тарелочка тоже он тоже должен килограмм весить а он и весит вот тут все компенсировалось это самый дорогой пирог у них тысяча сколько 1200 рублей стоит пирог 4 сыра ты представляешь тут моцарелла пармезан творожный сыр гауда томаты без кожи базилик что создан специально для поклонников пиццы ok вы видели как тянется моцарелла и тут еще смотри еще фарш зачем-то то есть это какая-то лазанья и тесто потолще чем в том пироге ну фиг знает короче это надо пробовать серьезно то есть видно действительно что здесь есть сыр и они уже право застыли обратно фарш томатный соус попробуем эту странную штуку моцарелла я скажу немного странную вещь по вкусу мне понравилось но по консистенции это отвратительно на самом деле это не похоже на лазанью это не похоже на пиццу это какая-то очень своеобразная штука то есть назвать это пирог 4 сыра в понимании пиццы 4 сыра невозможно потому что тут акцент сделан вообще ни разу но по вкусу ни разу не на сыры когда ешь пиццу 4 сыра ты чувствуешь там пармезанчик дорблю или горгонзолу что-то такое да белый соус иногда иногда красный то есть основной акцент все-таки на сыры тут акцент на сладкое тесто на фарш на соус с базиликом очень чувствуется базиличный привкус сыры они уходят на второй план создавая просто как бы сытность но типа ешь какую-то соленость сытность ты не чувствуешь там что у тебя это разные сыры моцарелла там голды то есть вообще не чувствуешь ничего но при этом в целом ощущения вот по вкусу ну такие приятные приятные ощущения и консистенция вот что я сказал про консистенцию очень странная история потому что мягкий фарш уже под застывший сыр вот такой типа гауды какой-то да еще тянущаяся моцарелла и все это вместе ты такой не понимаешь короче что ты делаешь что контролировать то ли тянущийся сыр то ли кусать гауду то ли ловить как-то текущие текущий фарш то есть вот вот такие вот ощущения немножко странные попытались они поэкспериментировали на мой взгляд это к пирогам имеет абсолютно второстепенную историю но можно блин если гнаться за желаниями клиент давайте сделать сделаем пирог там пирог филадельфия калифорния любит для любителей суши да можно сделать можно сделать пирог с кисло-сладким мясом для любителей китайской ну и погнали короче карри там для и для тех кто индии любит ну нафига ну то есть вот вот это классно вот сочетание когда там капусточка мяско яйца рис что такое сытное сыр и ну как дополнение только в общем скорее нет чем да этот пирог странный полукилограммовая кулебяка вот такая кстати она снизу но маленько подгорает у них подгорает 542 грамма когда я делал у себя на канале кулебяку многие из вас говорили что и у меня вообще неправильная кулебяка и так она не делается она должна быть слоями давай посмотрим как делают кулебяку в пирожковой точнее в главпироге также как я вы знаете я давно не занимался выпечкой честно короче такая кулебяка это тоже кулебяка у меня конечно побогаче была стопроцентная говядина друзья мои и кстати вот интересная фишка что ты можешь некоторые пироги выбрать не в полноразмерном формате килограммовым а выбрать пол килограмма например это неплохо равно как и марсец изначально кулебяка стоит 1120 рублей это на килограмм ну соответственно в два раза меньше стоит в два раза меньше почему так сильно солят там окей там был сыр я на это грешил но здесь очень соленая тоже не не чрезмерно то есть это съедобно что касается мяса тут не только мясо тут еще и рубленые яйца видно прям вот этот белок вот при этом сочная начинка сочная начинка и вкусное тесто немножко в тесте расстраивает два момента то что она снизу немножко пригорелое и то что она крошится вот верхний слой он крошится небольшой недостаток это никак не влияет на вкус она все равно вкусная не чувствуется горечь и там подгорелости просто внешне она так выглядит начинка хорошая то есть кулебяка достойная это то что можно съесть конечно как по мне стоит это конечно дороговато но с другой стороны если сравнить какой-нибудь там той же пиццы да где у нас тесто это основная часть продукта да и начинки это как бы на процентов 30 от общего веса продукта в данном случае вот вообще в случае с пирогами касается этой компании других компаний то начинки тут в дофига больше чем тесто и это очень радует в этом плане круто но но и дал я и лучше кулебяки соли прям зачем пирог с капустой килограмм все четенько тоже нравится не пироги с капустой почему так крошится тесто она же вроде обычное дрожжевое а она крошится пирог с капустой в общем то ничего нового начинки столько же сколько и в любом другом пироге которые мы видели до этого днище мне кажется еще более запеченное нежели до этого было ну ладно вкус это не влияет повторюсь пирог из слоеного дрожжевого теста по рецепту 19 века вот это кстати тема у них на сайте написано глав пирог является производителем традиционных русских пирогов мы печем пироги с 2010 рецепт наших пирогов был взят из кулинарной книги 19 века вот так написано у них на сайте вот 19 веке как сейчас вижу клали моцареллу гауду фарш и томатный соус мы сейчас не про тот пирог из 19 века мы про этот пирог из 19 века вкусно пахнет капустой капуста такая потушенная маленькая яйцо лук ничего необычного о не пересолили надо же так вот почему крошится то у них тесто везде слоёно-дрожжевое в этом магия поэтому она и крошится слоёно-дрожжевое нравится мне чё сказать вкусный пирог по соли здорово классический такой классный пирожок все стоит он насколько я понимаю более разумных денег нежели с мясом и что-то там еще вот выбор пирогов вообще у них большой довольно 560 рублей стоит пирог с капустой я не заказал ни одного сладкого пирога а у них есть черника с брусникой морковный рулет ягодные сорти с вишней я не знаю почему я не заказал вот не заказал и не заказал все пироги эта тема пицца это хорошо но пироги блин еще лучше черт подери тем более видите вот некоторые пера пироговые они готовы идти вам навстречу и делать пиццу из пирогов но это странно это странно вот это гораздо лучше чем любые извращения ладно все варим пельмешки но перед этим попробуем облепиховый морс который стоит 390 рублей 390 рублей стоит литр облепихового морса вы чего вообще с ума сошли что совсем с ума сошли за такие деньги морс просто не может быть жлобским серьезно тут должно быть много сока облепихия хватит разговаривать кислый и все-таки довольно желобский морс не от души и за такие деньги мне кажется надо пропорцию облепихового морса делать больше и чуть больше сахара добавлять не потому что я такой сладкоест не сладкоежка не из-за этого а потому что он вкуснее будет что в таком виде он кислый 390 не стоит своих денег серьезно облепиховый морс лучше дома сделать мне осталось последняя задача это попробовать вареники и пельмени варим и пробуем во первых если полкило нормально это были вареники а это пельменики немного вареников немного пельменников чисто на попробовать все моя ложка с дырками главное знаете что это немножко сахар очкам вот так вот и да кстати подписывайтесь на мой инстаграм ссылочка в описании ну чё сказать про пельмешки да нормальные смотри выглядят они прикольно начинки в них есть я не очень понимаю эту тему они возят готовую продукцию но при этом ни слова о том что у меня пельмени и вареники заморожены нету я не пишет плохо это как бы нормально так наверное даже лучше чем вот вспоминаю как-то вареничную номер один когда вот это все слипшиеся помните как мне кайфануть они вот прилипают понимаешь да да вот так вот это и было капец просто очень пельмени с мясом 375 рублей вареники с вишней где-то 250 рублей получается так да 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 попробуем я начну с пельмешей вкусная сочная говядина огонь а что же с вареником а вкусная сочная вишня шикарные пельмени шикарные вареники обожаю вареники с вишней они сто раз шикарнее чем любые другие пельмени огонь и то и другое вкусно дорого но блин вкусно но вкусно пожалуй одобряю в общем вот такой вот глав пирог выставим оценки подведем итоги удивительно вкусно чередовать мясо и вареники правда вкусно честно говоря не знаю что тут особо разглагольствовать 69 баллов у нас набирает это меньше чем например пирожковая номер один который был обзор недавно во первых из-за цен во вторых из-за того что привезли холоднее ну а так в целом это сопоставимо но дороже и привозят холоднее все все короче вся история но пирожковая номер один была не тогда когда нам на улице минус 10 поэтому может быть и даже по температуре они были бы сопоставимо если бы сейчас заказал оттуда они тоже приехали бы довольно прохладные цена 3 вкус качества 4 с половиной мне понравилось все кроме пожалуй пирога типа пицца 4 сыра это очень странная была тема соответствует 5 по весу нас все в принципе соблюдено сервис два с половиной ну опять-таки не салфеточек не какого-то намека на то что что мне есть чем порезать например блин но это но положите вы хотя бы какой-нибудь саненький пластиковый ножичек если в офис например заказываем ну но нету там прекрасных ножей от самура серии альфа да ребята ссылка будет в описании естественно на самуру всегда ссылка в описании классные ножи заказывайте в общем вот скорость 3 несмотря на то что опять таки это этот показатель я десять раз вам говорил уже об этом еще раз повторю это оценкой не то чтобы я хочу кого-то обидеть этой оценкой это оценка для моих зрителей чтобы они могли оценить сам факт ты готов мириться с такой скоростью доставки но это пироги мы должны отдавать себе отчет что это пироги везут долго окей заказывай нет закажи в доме насти за 40 минут привезут пиццу хочешь пироги подожди вот это для информации поэтому 3 балла температура 3 балла и значит относительно и критерий лайк буду ли я здесь заказывать я принял для себя решение что нет по той простой причине что в той же пироговой номер один дешевле тупо вот я еще потом обязательно другие пироговые протестирую у нас еще что ли еще всякие 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 до них тоже руки доберутся я хочу найти где самые вкусные пироги я люблю пироги по мне видно это равно как и много другой еды очень друзья мои такая вот оценка целом хорошая доставка если любите пироги заказывать однозначно можно ничего плохого я в ней не нашел нос как бы с особенностями спасибо что посмотрели с наступающими праздниками с прошедшими праздниками с предстоящим новым годом целый год впереди ребят новый год это не одна ночь новый год это это сука целый год поэтому давайте как-нибудь хорошенько его проведите чтобы не было потом мучительно стыдно в 2020 спасибо за просмотр всего хорошего пока вот да а и вареники чётенькие кстати ой блин ох доем нормально нормально ваще нормально интересно напишут люди почему я сковородки варил вареники ващества ваще о о